добрый день с вами дергачев инсайт открытие внезапная догадка озарение значение слова inside приглашая наши гостей мы рассчитываем вместе с ними получить озарение для вас сегодня у нас гостях художник-художница сауля сулейменова соли вот ты вообще как фемини телом то есть для тебя принципиально использование женских окончаний при слова употребления ну вообще-то нет мне вообще то нравится больше слова художник но я понимаю тех кто предпочитает использовать феминитивы я уважаю эту точку зрения но мне просто кажется что в слове художник больше веса но в этом наверное у меня еще есть это вот эти вот старого образца какие-то это предпочтение помнишь перформанс бахет бубикановой великий казахский художница бахет бубиканова мне очень нравится именно такое соотношение слов великий казахский художница бахет бубиканова классно в казахском там нет там нет рода вот там ол и все а как по-казахски будет звучать да иен махта казак суридши ну правда вот суридши возникает вопрос потому что это не всегда же связано с рисованием вот по поводу определений у тебя работы очень интересно одна из серий называлась да я вот смотрел твое видео мадени кундала гижок да то есть это художественной ценности не имеет культурной а культурной ценности не имеет да да это определение откуда когда ты идешь оформлять работы за границу да 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 там стоит такая печать да это до сих пор так до сих пор и работы будет стоять печать что это она не имеет культурной ценности но это же ужас это ужасно поэтому я сделала такую работу то есть художники наши художники когда вывозят свои работы за рубеж они подписывают вот это вот внутренне для себя да что их работы художественной ценности не имеют да потом они их вывозят потом они их возможно там продают поскольку они имеют художественную ценность да и вот а вот как-то кто-то вообще пытался объяснить ну вот что с этим делать дальше или это просто вот как по привычке все идут да но на самом деле я знаю всех этих людей которые там работают в этом комиссия экспертная комиссия по определению вообще какие работы можно увозить какие нет и и я видала много разных этих печатей как-то был момент когда печать была такая исторической и антикварной ценности не представляет вот и сейчас это печать заменили вот просто на культурной ценности не имеет вот ну на самом деле вот да это вот так вот происходит я много раз возмущалась но все действительно относятся это просто как какой-то букве как какой-то печати формальности вот ну хорошо что сейчас не надо платить раньше надо было платить от 3 до 5 долларов за каждую вывезенную работу вот и и чтобы вывести работу например на выставку ты выводишь 30-40 работ да и ты я например делала что это полиптих так да чтобы не платить там уже большие деньги вот а ну вот это страшно и я на самом деле думала много об этом и сделала вот эту вот серию работ культурной ценности не имеет и даже мечтала делать такую большую выставку пригласить еще пять художников которые мне кажется тоже работают как бы внутренне этой темы вот и я хотела делать такую выставку вот в Женеве вот в 2014 году ну не получилось но такая была идея но у тебя эта серия она же связана не просто с вот таким протестом против чиновников да то есть у тебя эта серия на памяти замешана да то есть там же были у тебя работы по фотографиям в том числе по фотографиям твоих родных твоих бабушек которые были до лагеря сделаны да 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 то есть это ну вот можешь немножко рассказать эту историю там там вообще эта серия она вся завязана то есть если раньше моя серия казахская хроника я брала фотографии обшарпанных каких-то стен гаражей да с граффити там какими-то с какими-то надписями там 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 типа проезд не загораживать то в этой серии я брала более насыщенные информативно фотографии с объявлениями оборванными там ее нет с какими-то рекламами и еще я добавляла прежде чем печатать этот фон я добавляла еще какие-то вот например ту же печать культурной ценности не имеет печать фотографию своего диплома справку из союза художников что я действительно художник и какие-то такие вещи то есть для меня все это вместе являлось знаком настоящего а уже люди изображенные живописью это были признаки как бы знаки из прошлого но и они как бы как арвахи как духи предков и все эти изображенные образы они были выполнены сухой кистью то есть втерты как бы они были полупрозрачными вот и мне казалось что это вот такой вот связь так с духами предков и что как прошлое проступает через настоящее сейчас твой папа на известный человек в Алма-Ате в Казахстане да Тимур Сулейменов он родился в Алжире да то есть в Акмолинском лагере жен изменников родины да 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 а вот то есть и он родился в тюрьме получается да то есть потом он прожил очень богатую насыщенную интересную жизнь но вот это понимание и сознание да что вот твой папа он родился в тюрьме то есть оно к тебе когда пришло как ты к этому потом относилась то есть насколько это было для тебя важно или не важно ну во первых в детстве у меня как бы было два мира это мир отца и мир мамы и бабушки и вот как бы родственников со стороны мамы вот и я вот просто помню вот так на уровне подсознания вот эти вот как бы мне было впечатление такое об отце и его стороне его родственник со стороны отца как таких людей у которых было очень тяжелое прошлое вот вот это вот я помню ну впечатление такое что голодное тяжелое прошлое вот это я помню на по сравнению например со стороны моей мамы мой дед был министр сельского хозяйства моя бабушка там из такой можно сказать аристократической такой семьи вот и там было против как сказать совершенно вот такие контрасты и первый раз я услышала об этом что отец родился когда приезжала моя подруга шведская журналистка ей было интересно взять у моего отца интервью и я привела ее к ее привела к отцу и вот когда он рассказывал я была в шоке первый раз это было где-то конец 90-х кажется я сидела и слушала вместе с ней впервые про то что он не ел мясо до он не знал в детстве что такое мясо он только слышал запах когда варился баран чтобы раз в год разрешалось моей бабушке отнести мясо моему деду который в карлаге он был узником вот и пока она несла то есть дети могли им даже не разрешалось кусок хлеба туда обмакнуть что надо было донести но по сути все это и в этот бульон и практически все мясо раздавалось конвоиром там как-то вот что-то там до него доходило не знаю но вот просто вот это вот я первый раз услышала в рассказе моего отца тогда в интервью сколько тебе лет было ну где-то лет 20 29 30 а уже так да то есть я понимала конечно что я вообще практически не знаю вот потом тоже я помню что отец рассказывал как дед когда в 53 году бабушку раньше освободили вот она там недолго было ее кажется освободили когда она родила моего отца даже кажется был такой документ о том что сулейменову марьям освобождают по причине того что она родила там или беремен что такое вот но она все равно жила на поселениях там вот вокруг карлага вот и вот отец рассказывал как дед бимаш сулейменов при виде городового при виде там милиционера падал ворык от страха то есть настолько там ну вот еще какие-то такие вещи которые я в детстве не слышала естественно ну просто у меня еще родители были разведены и я узнала это уже во взрослом состоянии вот у тебя в какой-то из работ у тебя ты сопровождаешь работы такими стихами строчками иногда очень запоминающимися очень выразительными да потому что я вот помню например по целлофановой живописи когда я пришел на выставку и вот первое что мне до работ бросилась глаза когда я на стенде прочитал постоять бы на ветре прочищающим ребра да то есть и а вот у тебя сопровождение одной из работ были строчки вот поправь если я неправильно воспроизведу моя родина как свинья живет своих сыновей да то есть это связано с какой выставкой то есть это ты почему написала а это был да это был 2014 кажется это кажется из работ из мядини кунда логожок да да а это строчки из бориса гребенщикова это грустно не твои да я видишь тебе приписал да вот да теперь вот вспомнил когда ты сказал да а или даже да 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 потом я эту же композицию повторила уже в другом проекте астана лайн когда я на фоне астана лайн астанинских видов видов астаны делала работы да там просто люди я взяла персонажей из старой фотографии где было ужасно много каких-то людей и судя по фотографии опять же очень много из старых архивных фотодокументов трудно понять откуда они что это такое то есть я потом долго искала исследовал откуда сама фотография что это такое там на на фоне юрты стоят сидят люди вот не вот какие-то ближе дальше я вот выхватила оттуда из этой фотографии где там человек двадцать наверное трех персонажей вот и мне показалось что это как раз вот этот вот страшный период сталинский вот то ли это как ну вот мне показалось что это связано с этим вот и я подумала что это вот как раз вот когда слова есть слова которые очень подходят именно к этому к этой композиции вот просто тут еще еще я тут начинаю понимать страшную вещь вот о том что это вот просто вот как бы людям которым было позволено умирать вот людям которым было позволено как бы их в чем-то ущемлять вот страшная штука то есть позволено одним делать что-то с другими да 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 а знаешь я вот слава богу не искусствовед да то есть но мне вот вот я по-моему тебе говорил как-то на встреч мы с тобой вообще надо сказать что мы с тобой знакомы то ли 25 то ли 30 лет да то есть это вот поэтому уже у нас много чего может проговорено раньше и вот через период теперь да через длительное время вот а мне показалось знаешь что вот я не знаю как ты к этому отнесешься мне показалось что твои работы в чем-то вот вот перекликаются с не копир османи вот то есть какая-то вот такая ну во первых это никогда то есть во вторых самое главное вот что для меня их роднит это такая любовь к своим вот потому что и именно не идеализация не романтизация до своих там у него такие вот у него бывают такие большие толстые грузины да такие хорошие вот там с двойным подбородком женщины вот они там с большими густыми бровями да то есть вот они на этих клеенках на черных вот он их писал а вот и у тебя вот твои казахи они такие вот на настоящие то есть они такие не романтизированные не вырванные там сделанные там не приукрашенные вот вот это мне кажется немножко ну может быть там можно там рассуждать насколько это притянуто за уши вот эти сравнения но мне именно по любви по посылу любви показалось что есть родство а вот и вот мне кажется ты к теме вот вообще к теме то есть что есть то есть то есть и вот сейчас когда ты к ней пришла вот опыт разговор о прошлом о трагическом прошлом он практически становится неизбежным то есть а вот было у тебя желание как-то вот его обойти как-то все-таки ну вот по легкой сказать то есть можно же было вот не делать всех этих вещей там о лагерях там о голоде там о вот ну вот твой проект остаточная память это же очень тяжело это просто эмоционально очень тяжело же делать все да конечно но во первых я думаю просто тут такая штука вообще-то это кайф просто это кайф а как сказать мне кажется вот с искусством такая происходит сейчас переоценка что ли понимание что такое искусство то есть я думаю что к сожалению так получалось за долгое время вот за советское время когда люди думали что искусство это сказка что это прекрасная далекая от реальности сказка и даже соц реализм это не реальность это не реализм это какая-то ну идеологическая сказка там вы вспомните там это все как бы такие то есть вот мне кажется пришло время когда искусство это правда и только правда вот и в этом же есть кайф это такое вообще потрясающее удовольствие вот но не обязательно как сказать удовольствие не должно оно оно может и из болью быть когда ты в себе начинаешь что-то понимать когда ты разбираешься и когда я обращаюсь например к шаршалыку это вы знаете это такая штука как будто бы как будто бы ну это такой терапевтический для меня эффект и я думаю что надеюсь что и для зрителя тоже вот потому что когда я обращаюсь к каким-то трагическим моментам я же не получаю я же не не ропщу не я пытаюсь найти вот этот вот совершенно такой медитативный медитативную интонацию очень такую которая роднит нас с этими людьми и роднит нас с каким-то таким общим вселенским сознанием мы становимся просто на одной волне когда вот я просто думаю сейчас а я вспомнила что моя тетка татарская бабушка не сама бабушка а ее сестра старшая она в 30-е годы жила в Москве она была женой какого-то номенклатурного начальника работника вот и она с презрением говорила о том как она видела этих умирающих казахов на дорогах вот и она говорила и тут до меня доходит вот недавно я поняла что даже не было мысли о том чтобы их накормить или помочь потому что они были не совсем люди то есть в понимании ее они были не совсем люди вот а я же просто показываю их когда я показываю их как совсем людей вот я просто хочу об этом и это же радость это же счастье когда можно без каких-то поучений а как сказать каких-то таких вот вещей вот банальных да а можно просто показать что это прекрасные потрясающие люди и они достойны были как бы и уважение и жизни вот ну вот это же кайф то есть работа с травмой это терапия это прекрасная прекрасная терапия которая мне кажется в этом нет ничего деструктивного в этом да а вот разговоры и слова насколько они для тебя важны вот смотри о чем я да то есть ну вот лет двадцать назад я вспоминаю какие слова которые были вот все время в обиходе и на наверху сознания да то есть мультикультурность да а вот потом какие-нибудь не знаю что а стигматизированные меньшинства вот это вот тот дискурс да то есть но причем мне до сих пор то есть что такое мультикультурность я так немножко наверное понял за эти двадцать лет мне до сих пор мультикультурность нравится мне кажется что это классно когда есть мультикультурность а стигматизированным меньшинством я отношусь с сочувствием и мне кажется что действительно нужно чтобы они были уже поменьше стигматизированы чтобы они были просто меньшинствами и мы там на них особенно не обращали внимание это наверное самое лучшее что может произойти когда меньшинство просто станут д стигматизированы да а вот а вот сейчас вот это вот это новое сообщение деколониальность да то есть вот мы про это что-то сейчас начинаем говорить что-то начинаем понимать а вот но так же как и предыдущие слова это скажем ну в какой-то степени чужая повестка вот не думаешь что об этом то есть не то чтобы у нас этой повестки не было она к нам пришла мы начали с ней работать да мы ее отрабатываем так же как и предыдущие повестки ну вот а вот а вот насколько это действительно внутренне наше насколько это для нас обоснован внутренне ну я вот думаю что вот есть мировая философия да вот и каждый новый философ ну как бы который достаточно убедителен и он захватывает умы людей да он становится как бы это и появляются как волны да то есть появляются люди которые философия она же выстраивает потом мир да вот получается то есть неважно там там шпенгауэр или нитши там я не знаю а платон или аристотель все что все что когда-то было ими сформулировано оно потом на какое-то количество лет и до сих пор идут эти круги и оно меняет людей в мире везде то есть это так происходит и вот с доколониальным поворотом как сейчас говорят уже доколониальная оптика происходит такая вещь то есть почему она откликается сейчас и у нас потому что мы вот во-первых это такая хорошая мысль которая на самом деле очень хорошо она просто попадает в как бы везде получается ну вот что такое философская хорошая философская мысль она начинает попадать как бы как в унисон да с какими-то целыми как сказать большими человеческими сообществами и то же самое происходит с доколониальной оптикой там как бы главная мысль такая что мы живем во время модерности время модерности появилось примерно где-то 500 лет назад когда мир стал единым когда обе Америки юго-восточная Азия и Африка все были открыты да вот там и туда стали передвигаться европейцы европейцы вот то есть они открыли их для Европы и и вот тогда вот это вот главная философская мысль эпохи возрождения грубо говоря это человек это ветровианский человек вот человек как венец творения но если и появилась вот эта вот дихотомия противостояния то есть если есть человек то есть нечто иное но противопоставление шло например человек природа или человек другие люди вот из других культур вот недавно открыты к тому моменту да там африканские или американские или азиатские и вот поначалу эти люди из других миров они даже не воспринимались людьми и вот за эти 500 лет вот получалось так что они не до конца люди они иные вот они не попадают в эти моральные понимания что такое человек у них другая мораль у них другое понятие красоты у них другое понятие и другие вообще все понятия и обязательно их надо просветить вот дать им знания вот дать им понятия правильные и поехали миссионеры по всему миру вместе с колонизаторами которые пытались их вот выправить вот и вот 500 лет мы живем вот в таком мире и вот сейчас приходит понимание что такое доколониальная оптика когда ты понимаешь что вот это вот понятие да вот как сказать правильного и неправильного красивого и некрасивого хорошего и доброго которое было вот из понятия модерности оно уже не работает что любые другие люди как ты говоришь стигматизированное меньшинство это не важно это будет женщины геи а люди из культур в которых не было ни письменности ни там никаких то знаков культуры в виде зданий да там они такие же люди со своей системы ценностей она если даже другая она тоже имеет право на жизнь и вот этот момент захватывающий интересный я думаю что сейчас вот деколониальность захватила весь земной шар потому что люди наконец начинают понимать что мы каждый в зависимости это разные мы как разного возраста разного пола разной национальности но мы все одинаково важны и одинаково как бы имеем у всех у нас есть мыслительные способности одинаковые как бы ценности да вот мы ну мы разные но мы как бы все равноценны вот замечательно сказала это довольно сложно да но на самом деле вот это вот захватывающая штука вот медина твоя дочь да медина базаргали да медина базаргали вот она сделала проект который мне кажется вот лучше всех объяснений дает понимание что такое деколониальность и что такое вообще колонизация да то есть когда проект который назывался колонизация курта вот деколонизация а деколонизация курт да потому что он же очищался ну да то есть когда курт на него были посажены споры до этого чего плесени плесени вот он получается плесень проникла курт и после того как художница чистила его и в ней внешне он становился белым красивым но когда она его разрезала то внутри курт был проникнут плесенью да 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 вот для меня это такая даже не метафора а наверное действительно реальный факт того что со всеми нами произошло да 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 потому что мы же не можем на самом деле отказаться от этой самой колонизации когда она внутри нас да 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 то есть она настолько пропитала нас поэтому вот мне кажется вот эту работу точно можно вот прямо в учебники вставлять она будет лучшей иллюстрацией как раз того о чем ты говоришь да 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 потому что это прям так ярко а вот давай тогда к теме семьи да то есть потому что у тебя конечно семья ты сама вышла из такой семьи что боже мой да то есть все люди творческие твоя семья абсолютно художественная да то есть муж художник ты художник дочери художники художницы знаешь как у давлата у него как какой-то из героев говорил а ты на сто процентов армянин он говорил даже на сто пятьдесят он говорит почему он говорит даже мачеха у нас была армян то есть у тебя тоже то есть вы по моему на сто пятьдесят процентов художники а перетекание влияние друг на друга вот насколько сейчас влияние твоих дочерей как людей другого поколения и как людей вот с новыми тенденциями с новым оптикой с новой с новым взглядом на мир насколько это на тебя влияет насколько ты с ними моложе становишься или ты их в чем-то там скажем так культурно обогащаешь вот что вообще происходит ты как вот это оцениваешь в семье ой вообще я думаю что мы вообще как сообщающие сосуды мы настолько друг друга постоянно как-то обогащаем открываем понимаем какие-то вещи именно вот так вот как-то я думала что мы как сообщающие сосуды вот а с мединой вот и с инбеке ну просто очень многие вещи я гораздо яснее понимаю благодаря им вот и на самом деле да вот и мои какие-то идеи они просто как сказать они выросли как бы из меня то есть из моих идеалов из моих каких-то по ним понятий вот и они просто их взяли как основу вот по умолчанию то есть что интересно что ну и были конечно у нас моменты и бывают когда мы мы стараемся отмежеваться и сказать что каждый из нас сам по себе вот но при этом есть такая данность вот у нас есть одно общее поле вот и в этом поле мы растем вот такие растения вот из одного как бы из одной почвы питаемся вот вот такое но мне очень нравится то что вот например у медины сейчас она воплощает то что я всегда хотела на самом деле для того для чего я получала архитектурное образование я хотела соединить как бы аналитический вот такой вот технологический момент и поэтический как грубо говоря да то есть вот соединить эти два способа мышления в одно и вот сейчас благодаря тому что она занимается цифровым искусством да вот вот с он у нее это происходит это конечно не очень важно вот то есть на самом деле мне кажется тут какое-то коллективное я вот может быть они не согласятся но это мое ощущение что вот мы все это некое какое-то коллективное я у каждого свой способ его выражение но есть вот это вот ощущение есть такое какое-то как сказать общая работа общая общая работа по возделыванию этого поля и по распространению каких-то очень важных ценностей и идей во вне вот вот про ценности и идеи да у тебя обе дочери занимаются активизмом да политическим активизмом то есть вот год назад вот это получило определение даже как казахская весна потом возникло вот это движение оян казахстан казахстан то есть насколько ты вот как ты думаешь насколько ты вовлечена это в это в силу того что вот дочери этим занимаются и занималась ли ты например в этим сама то есть и насколько бы тебе это было близко если бы допустим у тебя вот не было бы ну понятно что здесь такое допущение сомнительное но тем не менее если бы скажем так дочери бы тебя этим не занимались насколько бы ты сама пропиталась бы вот этой политизированностью потому что у нас же в принципе общество достаточно такое вялая апатичная и не политизированная в целом то есть люди по-прежнему такой общественный договор исполняют с государством что вы нас не трогайте мы вас не трогаем а вот насколько на тебя молодые повлияли и юные твои ну я помню как-то медина сказала вот год назад она сказала я хочу это делать потому что я не хочу потом жалеть 40 лет что я этого не сделал как-то что-то что-то вот потом у них есть такое преимущество они уже совсем в силу своего возраста они просто не собираются мириться с тем что им не нравится они прекрасно вот то есть а мы привыкли на самом деле я привыкла что как-то как сказать ну с чем-то мириться вот и максимум что я могу это проявить просто буквально своей одинокой работе за мольбертом вот то есть я что-то делаю сама сам на сам вот просто на самом деле это же все искусство вот и то что они делают их какие-то активистские движения это просто вот оно какое сейчас просто речь идет о том если говорить о нашем коллективном я то есть меня это ощущение что это я тоже сказала что это я тоже от правды не убежишь это я тоже адель сайлаушен вот мне кажется мне в ощущение что я к этому причастна вот но просто это сделано было молодой версии меня вот может быть им не понравится я думаю не понравится да но а мне ощущение что 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 это все одно но по крайней мере вот это вот какое-то вот ощущение я просто восхищена и кайфую и радуюсь и мне кажется что это как раз эти ценности как с которыми они выросли вот что ну да вот что надо как что должны быть честные выборы что должно быть что нельзя иметь двойные стандарты там и так далее то есть так что это очень красиво и очень это просто очень хорошее искусство прежде всего ты как-то говорила какой-то из программ телевидения что у тебя мольберты поставила на кухню вот то есть это у тебя вот осталось или сейчас у тебя мольберта на кухне не стоит все-таки я уже сейчас работаю с пластиковыми пакетами тебе там не да это на самом деле очень большая проблема для всех окружающих для всей моей семьи потому что если я их вывалю я могу заполнить вообще все весь пол вот вчера я медина сейчас живет у нас мастерской а я у нее оставалась и ночью работала и утром она мне сказала что она не могла дышать из-за этого пластика которую вот так что вот нет я сейчас ну по сути по сути в моем идеальном мире я иногда у меня так получалось в жизни вот я просто и работаю и готовлю это все одно вот просто это вот как бы непрекращающееся искусство вот в моем идеальном мире так но сейчас вот у нас родился тау вот маленькие у нас всякие такие вот перетурбации внутри семьи что теперь это нужно для для вот создания какого-то художественного произведения нужно выделять время место планировать это то есть так легко как к сожалению не выходит а тебя вот ты привыкла к этому или или нет что первое что тебе говорят когда сейчас говорят это говорят о том что ты используешь пакеты что ты используешь целлофан что это такой вот экологический активизм а вот потому что но вот мне кажется что гораздо важнее то есть да это твоя фишка но мне кажется что гораздо важнее не чем ты работаешь а о чем ты работаешь и что ты делаешь вот или для тебя это равнозначно то есть вот материал и собственно само произведение subject matter ну во первых ну вот это еще когда я только выставку делала в этом национальном музее 2017 влад слуцкий написал там текст и написал что medium is a message это кто-то сказал что уже как бы сама техника medium в котором ты работаешь это уже некое послание вот то есть поэтому если я раньше как-то немножко была против ассоциации меня с моей техникой то сейчас я поняла что я это я уже принимаю это как данность я не не возмущаюсь не то есть так но конечно не очень важно то есть меня например отличает от очень большого количества художников которые работают с ресайклингом да с каким-то с моя тема мой как бы объект исследования или как бы над чем я работаю потому что да это очень большая часть моей работы потому что я очень много думаю во-первых об эстезисе или как эстетической составляющей откуда что это то есть я думаю о том что такое вообще эстетика и я пытаюсь как бы на какие-то вещи иметь другой взгляд другой как бы угол зрения это первое второе то есть то что меня волнует да то есть я задаю вопросы как бы как бы только мои то есть они не не связаны то есть я не использую какие-то готовые а готовые формулы что ли чужие то есть я я устраиваю там все полностью сама начиная от от техники кончая о чем это ты думаешь в процессе все время то есть ты думаешь самостоятельно не используешь готовые мыслительные штампы да вот я помню было как только одна из первых работ которую я там опубликовала в фейсбуке из пакетов мне отправляет одна искусствовед фото видео одного художника которые используют там старые джинсы и вот смотри совсем как ты ну тоже используют как бы старые джинсы все такое потом еще там отправляли мне там материал какой-то художницы которая тоже работает с пакетами вот смотри совсем как ты но там принцип другой совершенно то есть там человек берет и в том и в другом случае готовые попсовые какие-то образы их воплощает просто в этой технике то есть это для меня вообще просто нонсенс то есть там это такое совершенно это мне они мне вовсе не единомышленники они получаются наоборот противоположные совершенно со знаком с другим знаком художники я ни в коем случае я я полностью пересматриваю все вот эти вот определения я то есть я пересматриваю понятие красоты я пересматриваю понятия каких-то визуальных примочек то есть я сама хочу выстроить собственные визуальные акценты визуальные ценности что ли я не знаю то есть вот ты чего ты боишься ты работаешь со страхами и какие страхи ты достаешь и для чего ты их достаешь ну в своей вот вот этой серии остаточная память я просто вот что я обнаружила почему я так поздно например узнала если говорить о моей собственной биографии про моего отца и подробности вот жизни его и моей бабушки то есть вот оказывается получается что у нас есть огромные слои памяти которые остались от наших бабушек дедушек которые они запрятали да и вот я вот сейчас вот это вот вытаскиваю да да и так здорово как только я начала этим заниматься этот страх ушел но я очень боюсь я очень люблю постоянство на самом деле мне очень важно чтобы у меня было постоянно время место для того чтобы работать я очень люблю вот это для меня это ужасно драгоценно вот вот так что я очень не люблю непостоянство боюсь непостоянство вот но это смешно звучит потому что на самом деле именно воздух перемен он и дает вдохновение вот какая-то такая странная штука но вообще комфортно когда ничего не меняется но во всяком случае на бытовом уровне да но хотя бы на бытовом уровне уровне мне нужно знать что я имею доступ к своему любимому месту где я спокойно сижу и работаю и вот и все что я надумала в промежутках вываливаю вот да лет так наверное двадцать пять назад я в какой-то из газет того времени написал статью которая называлась если сейчас точно воспроизведу я люблю Сауле Сулеймину а вот и я помню что там какие-то я там объяснял почему я тебя люблю а вот и один момент который мне вот все эти 25 лет не дает покоя а вот и я хотел бы сейчас вот перед тобой повиниться за это да то есть я там написал что-то такое про твои стихи что твои стихи как маленькие беспомощные желтые цыплята которые из коробки вот вывалились и вот они разбредаются по свету то есть я конечно так вроде как образ красивый но на самом деле всегда когда я сталкиваюсь с твоими стихами я хочу тебе сказать что я их очень люблю каждый раз я их очень люблю вот в фильме о Лиде Блиновой ты читаешь стихи да а вообще вот ты сама что ты любишь из себя что ты любишь из своих стихов ты что-то можешь сейчас вот сказать я недавно а материться можно можно если нужно я недавно вспомнила стих один сейчас можно я его конечно прочитаю просто я там конечно да очень важный стих который сейчас я вспомнила вчера и он очень правильный сейчас сейчас ой просто я там кое-что забыла да как раз вот просто к тому что мы говорили да то есть вот я говорю что вообще для меня все что у тебя связано с видишь понятно что все художники которые фарватере русского искусства или культуры русской находятся они очень вербальные вот но для меня ты не ты невербальная то есть ты вот для меня очень визуальная вот но твои стихи для меня они самостоятельную ценность имеют и всегда имели ну они же как подарок вообще богов на самом деле я кстати кайфую читаю то что ты пишешь в последнее время в фейсбуке а у меня нету у меня нету к сожалению я прочитаю да чтобы выйти дышать услышать падение небоскребов глобальные звуки обжечься об скользящий взгляд пальцами об острые ветки осточертелой популярной зимы проглотить приветливую улыбку сделать подсчет количеству горячих волон послать всех нахуй с удовольствием сияющей королевой на горе стоять белые простыни и снежные лежать между горами забыть умертвить наглую птицу которая это пройдет вот очень хорошо ты вообще понимаешь сколько тебе лет или тебе нужно время для того чтобы понять когда тебя резко спросят ох нет пятьдесят это же так офигительно вообще мне в этом году пятьдесят стукнуло да дня не проходит чтобы не вспомнить о том что полтинник да про пятнадцатый год можешь вспомнить то есть ты как-то сказала что на самом деле тебе было физически нехорошо в венеции когда вот была биеннале в которой ты участвовал вот а почему то есть это была просто какая-то реакция или вот или был какой-то разрыв вот с тем что ты делала и как ты себя воспринимала ну вообще я просто на самом деле участвовала в в программе там которая не имела как отношения к всему этому биеннальному процессу у тебя было две работы там да это была это была какая-то параллельная программа вот которая меня разочаровывала во-первых ага в походу вот в ходе вот этого всего когда я понимала что это совсем не то чего я ожидала совсем не то то есть я как бы подписалась под какую-то авантюру в которую я по ходу понимала что можно было этого не делать и все это было на каком-то надрыве буквально физическом то есть я там их тащила эти работы на себе вот там буквально там по венецию я с ними таскалась вот и ну на самом деле у меня была очень заниженная самооценка вот и ну в общем короче мне кажется что я просто попала совершенно неправильно я сделала неправильный выбор вот тогда вот и эта выставка и соседство с кем я выставлялась мне не нравилось ужасно то есть ну благодаря этому опыту зато я поняла что я так больше делать не хочу вот а вот выставка которая тебе наоборот очень понравилась это вот урарту в урарте ну да петербург да а какой это год это 2017 да это неплохо да ну наверное одна из самых лучших выставок ну во первых самое счастье было в национальном музее в Астане когда да да потому что там практически все так как я хотела потому что вся эта серия работ somewhere in the great step она у меня была продумана и сделана как степь с общей линией горизонта но все работы разного разные как бы времена года разные сезоны разные какие-то состояния какая-то степь ближе к городу какая-то степь в это аул степи там какой-то там день ночь вот но все вместе я хотела чтобы это было была тотальная экспозиция чтобы был некий зал в котором я могла полностью чтобы люди просто зашли и окунулись в эту мою пластиковую степь у меня там это вышло у тебя там было прям много пакетов да на полу да весь пол был в пакетах да а работы были в нескольких залах которые сообщались между собой это был один зал один зал один зал который просто был один зал и пакеты были на полу и работы висели в воздухе не у стенках а вот так вот в воздухе прямо с потолка и они все соединялись одной линией горизонта а на входе была большая келин келин да а когда дальше проходишь то там висела сама работа линия горизонта из людей вот и все там просто благословенно просто было ну конечно во многом благодаря Розе Абеновой потому что она вообще смогла это она поддержала меня во всех этих начинаниях вот и и там был момент такой когда я вы выстеляла эту степь на полу и я пыталась я думала что это степь сначала весенние потом летние потом осенние а дальше дальше у меня линия горизонта дальше у меня люди толпа людей а я не могла понять какие же там пакеты будут внизу и в это время у меня была книжка бреннера в туалете там жизнеописание убиенных художников вот я не могла спать потому что не могла понять что у меня будет пол голым нельзя было оставлять это же библиотека это пол он весь такой паркетный то есть рыжий да вот этот вот деревянный паркет и через каждый метр там встречались эти розетки металлические такие серебристые жуть то есть этот пол он его необходимо было застилать пакетами но какие пакеты должны быть под самим триптихом линии горизонта я не могла понять я в три часа ночи захожу в туалет и гадаю на бреннере открываю его и написано белой дорогой выстелю себе путь и начинаю искать но у меня нет белых пакетов у меня цветные в огромном количестве белых нет я начинаю искать в гугле можно ли купить и нахожу какой-то опашки залежи этих белых пакетов для ну просто она мне продала полторы тысячи белых пакетов и привезла мне их к музею уже в 9 утра этого дня вот так что и эта белоснежность она была важна там насколько для тебя важно сочетание скажем рационального и иррационального художественного скажем и продуманного да то есть вот как ты с этим живешь то есть вот для меня очень важно вот этот баланс постоянно выстраивать то есть мне кажется они должны быть вот постоянно как бы обе эти сущности или как бы оба этих миропонимания должны в голове постоянно балансировать и одно не должно задавливать другое вот это вот очень важно то есть уровень вот этого аналитического техногенного или как это называется алгебраического что ли математического обязательно должен должен быть да но и уровень вот этого иррационального как у Мадина Тластанова классно было да что как бы вот в этом понять в модерности есть понятие прогресса который условно говоря идет от белого гетеронормативного мужчины к а вернее то есть регресс понятие регресса это от белого гетеронормативного мужчины к темному женскому иррациональному началу то есть идет противостояние как бы как вот таких двух вещей то есть логика рацию мужское это хорошо а иррациональное темное женское необразованное это есть плохо ну грубо говоря да или так вот я считаю что это обе эти вещи они очень важны вот я считаю что они должны внутри у меня по крайней мере вот как я в искусстве выстраиваю свое свой свой процесс творческий они должны быть обязательно вместе рядом вот потому что без вот этого иррационального невозможно сокровенное знание невозможно но без выверки как сказать у ломоносова это было как-то сверить там чего-то там алгебру как там было проверить алгебру гармонии да 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 что то такое ну вот да вот для меня мне кажется вот такие обязательные вещи вот то что я рассказала про вот эти слова бреннера которые вдруг оказались да я их потом найти не могла то есть я даже потом прошерстила всю книжку опять сверху донизу не знаю как их увидела да но может быть они просто нужны были для того чтобы так завершить эту экспозицию вот но при этом просчитывать это тоже очень важный момент вот и я думаю что вот этот баланс вот и есть для меня вот моя личная декланизация вот иерархия то есть насколько для тебя вообще важны иерархии и как ты вот у нас же на самом деле достаточно простое но в то же время очень иерархическое общество и вот картинка у нас она какая она вертикальная то есть ты говоришь о горизонтале ты говоришь о том что для тебя вот и степь как такая горизонталь очень важно да а как ты вообще выживаешь в системе скажем вертикальной иерархии а я не я не выживаю ага я вообще не понимаю я вы знаете вот кстати из того как я живу да и на что я живу и вся моя семья вот это как раз из разряда иррационального почему как это я помню Лера Ибраева кто-то у нее спрашивает в начале двухтысячных да а как вот тут это там этот ваш ЦСИ там живет она говорит still alive да вот до сих пор живы так вот я вот удивляюсь да что мы живы до сих пор занимаясь тем что нам нравится и следуя своим ценностям да то есть не идя вразрез со своей совестью я просто верю в то что так можно я надеюсь я надеюсь что человечество в конце концов придет к такому мироустройству когда нет вот этой вот внутренней а вчера до меня дошло что это внутренняя пирамида у каждого в голове где он раскладывает каждого человека на какую-то ступень этой пирамиды вот то есть он делит определяет как в этом у Оруэла помните министерство знания да она такая пирамидальная ой такая ступенчатая пирамида да как громадных размеров вот мне кажется что вот эта иерархичность это вот такая вот эта пирамида у каждого в голове по сути ну вообще я не могу судить ни за кого я говорю только за себя я живу в своем мире достаточно горизонтальном я просто стараюсь беречь и любить тех кто со мной на одном поле это моя семья вот и мои близкие люди мои вот вот так все я стараюсь как можно больше минимизировать контакты с какими-то субординационными системами вот стараюсь как бы это мне удается при этом выжить но может быть я скорее всего исключение но я надеюсь у меня много из друзей в разных странах мира которые живут в коммунных или живут в каких-то таких которых сами самими ими организованных обществах где они пытаются избежать вот этой иерархической глобальной системы вот во франции вот есть такие ребята вот я рассказывала тебе в батуми вот есть тоже мне нравится вот такой вот конечно это мой идеальный мир вот но с другой стороны я понимаю я понимаю что это игры этих самолюбий и игры эго они еще долго будут важны эти альфа-самцы друг с другом дерутся за ну алмата все-таки это такой оазис то есть вот или нет то есть вот живешь ты живешь твоя семья живет еще какое-то количество художников здесь которые тоже живут скажем так не иерархично да а вот а есть горизонтальные связи вот в нашей стране в казахстане а вот в алмаате только такая жизнь возможно да в алматы теперь или нет а разве ты не заметил что мы уже год живем сейчас общаясь практически все время онлайн вот мы как раз вот в этом горизонтальном мире сейчас живем а когда то есть вот онлайн онлайн коммуникация это и есть та горизонтальная система коммуникации вот спасибо тебе большое что мне не пришлось ничего спрашивать про этот год ты сама про него заговорила именно с такой с таким поворотом да то есть это освобождение ну да дорога к нему какая-то один из один из путей можно сказать а вот а вообще еще хотела сказать что это колонизация это и есть освобождение это это и есть дорога к этому вот мы идем к освобождению себя мы ищем вот то есть я сама вот например я женщина я замужем вот у меня есть муж и вот какой-то момент вот чтобы понять да что я имею голос и как бы права не меньше и не ниже чем мужчина мне тоже нужно было пройти какой-то момент какую-то собственную работу внутреннюю то есть я думаю что процесс доколонизации необходим каждому чтобы что-то понять понять вот угу да а 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